В 2009 году с чемпионата игрок по конному спорту привез белый альбом. Мне было два года, я взял пластмассовую клюшку, у меня секси-седия осталась. Потом уже более смысленно пошло, герл и так далее. Please, please me. Первая песня считается, please, please me. Это официально. Я уже как-то расскажу. Вот давай расскажи, что. Эта новелла опубликована в газете «Смена». Она как-то называется, значит, связывается с словом «донтист» и «битлз». Значит, я рассказал корреспонденту такую историю. Мне удаляли зуб в 26-й поликлинике на бульваре профсоюзов. Вот. Тогда никаких уколов не было. Ой. То есть, болит, болит. Так что? Я от боли потерял сознание. Естапо. Хирург, который удалял мне зуб, говорит, а что у вас в портфеле? Мы с сестрой не могли разжать руки вам. Бессознание? Тебе, конечно, тебе. Я был молодой. Вот. А у меня в портфеле были две пластинки. Два гиганта «Битлз». Какие? У меня «Please, please me» и «For self», по-моему. Это такое сокровище было. Ну, вообще. Меня под такую ответственность их дали, что, что, понимаете, вот, любовь к «Битлз» проверяется в кресле «Дантис». Я вспомнил эту публикацию. Я хочу рассказать, как я вообще первый раз услышал «Битлз». Значит, был, по-моему, тоже 62-й год. Значит, у меня был друг, вот тут на соседней улице жил, не знаю, живой, сейчас или нет. Он мне как-то, мы встречаемся на улице, и говорит, я записал «Битлз» по радио. А мы знали, что есть «Битлз», но никогда их не слышали. Впервые я прочитал от «Битлз» какой-то советской газетенки, где было написано, что рабочие ребята из Ливерпуля создали ансамбль, которые поют там о рабочих делах, там революционные, все такое прочее. Но самих «Битлз» не слышал. И вдруг вот мой друг мне заявляет, что он услышал, записал по радио «Битлз». Я говорю, ну где пойдем, пошли к нему домой, включает там катушку. И я слышу какое-то шотландское песнопение, совершенно мне непонятное, какие-то распевы, не те, которые мы привыкли на рок-н-ролльное, настоящую, так сказать, а что-то такое неудобоваримое, с моей точки зрения. Так я и говорю, что это, что-то такое непонятное, не произвели никакого впечатления. Потом, уже позже, мне попалась пластинка, их назывался «Виза Битлз», где был первый рок-н-ролл настоящий. Вот он на пленке, сейчас есть. «I saw you stand here». Это был действительно замечательный классический рок-н-ролл. И я понял, что это действительно рок-н-ролльная группа. А в отношении «Битлз» пресса писала несколько раз. То они рабочая замечательная команда, которая опоет о интересах рабочего класса, то ли это развратники, разнузнанные мерзания. Через раз. То так, то это. Не могли определиться. «С женскими прическами». Да, да, да. Помните, «Битлз»? Да. Ну, «Битлз»-то после первой статьи сразу эконом-плево их начали. «Богословский» написал вот такую, в правде, заметку. Причем он их не слышал совершенно никогда. А можно ли «Битлз» считать уже сейчас классической музыкой или нет? Вполне нет. Можно. «Битлз» прекрасно. Все темы практически исполнены симфоническими оркестрами. Лондонский симфонический оркестр практически всех «Битлз» переиграл и записал. А Элш Феджеральд там сколько она перепела уже? Недаром их называют лучшими классическими композиторами прошлого столетия. Именно классическими. На уровне Моцарда их расценивают. Так что вопросов нет тут. А если да и лучшая песня 20-го века? Она на втором месте после. «Бадим Скарапшодия». Нет, «Бадим Скарапшодия», кажется. Первое место. Второе место – «Естеды». А мне все. Тве не очень. Тебе самый мучший. Кстати, «Битлз» светов. Давайте ребятки выпьем. А нам сейчас ребятки наши. Давайте Коля Васина послушаем. Хоть два слова. Ну, давайте. Два слова. Это Миша. Главное бетламан. Это Боярский, Миша. Боярский. Миша, когда мне говорит... Они обвинили Третью мировую войну. Тимка. Представляешь, мне Маккарки в руку пожал. У меня жизнь закончена. Ну вот он и накаргал сам себя. Жизнь продолжается на самом деле. Мы подошли к последней странице. Вот на этой высокой ноте, да? Самых популярных английских песен в 70-х годах. Песню «Пусть так будет». Татарский. Четверо рабочих парней, ставших 8 лет назад звездами эстрады, сильно с тех пор изменились. Они выступают против войны и фашизма. Против американской агрессии во Вьетнаме. Они отказались выступить в российской и южной Африке и в южных штатах Средиземных штатах Валерики. Они усмеяли в своих песнях порядки доброй старой Англии. Песня «Пусть так будет». Последняя запись, сделанная ныне уже несуществующим ансамблем. Ее написали Джон Леннон и Поль Маккартни, авторы почти всех песен Куртибы. Замечательные кадры здесь на Красной площади. Если бы так на самом деле было, я бы гордился этой страной. Глаз! Ура! Советская власть, я бы сказал. Если бы так было, то такого не было. Если бы такое было, то такого бы не было. Если бы без них была бы совершенно другая жизнь на планете. Совершенно. Это не только музыка. И музыка в том числе. И мода. Они снесли все границы. И религиозные, и расовые, и национальные, и всякие партийные. Все снесли к чертям собачьим. Люди объединились. Через них, видимо, говорил Бог с людьми, что люди, хватит разницы. Понарезайся религии и рулите ими. Там мусульмане придумали, иудеи, и православные, и католики. Нет, ни религии, ни государств, ничего. Есть любовь. И они этим начали пользоваться. И людям говорить, что хватит враждовать. Давайте жить дружно. И вот как на концертах у людей сносило башню в Америке. 65-й год, 65 тысяч человек, зрителей. Здесь можно погромче, потому что это все... YouTube пропустит. Сейчас на камеру, а потом еще раз. Сейчас на камеру, а потом еще раз. Электрогитаристов, которых знал. Дмитрий Кежеев нам расскажет. С которыми халтуры играл. Потому что я услышал звук трех гитар и барабана. Он завораживал в то время. Понимаете? Реккенбекер. Мы когда что-то начали играть втроем. Я был на седьмом небе. Так почему так? Раньше же никто своих песен не играл. Кто-то напишет, а потом певичка споет. А тут начали ребята сами свое играть. И их играть. А знаете, самое примечательное? Мы работали в то время, когда битлы выпускали альбомы. Вы представляете? Мы каждый раз ждали нового альбома. И всегда зуб даю. Битлы преподносили какой-то симпатий. Когда я услышал «Люси Индоскай», я думал, музыка кончилась вообще. Понимаете, что-нибудь более доходчивое придумать было сложно. Ну, были же и другие группы. Там «Шэдос» всякие, там «Холлис». Ну, не то. Вообще, видно, я однолюб. Потому что для меня та эпоха. «Холлис», «Тремолос», «Спенсер Дэвис». Вот те группы, там и композиторская работа. Там чудесный вокал. Понимаете, то, что сейчас дурными голосами поют люди, называется рок-н-ролл. Тогда было выстроено все. Аранжировки были не теплёк. Ну, а Битлесы, они все-таки же были особенные. Вот крышу всех из-за Битлес с него снесло. Это не только музыка. Это какая-то магия шла от магнитофонной пленки. Вот ты стоишь Битлес, и с тобой что-то говорит. Какое-то электричество какое-то доброе. Ну вот, представляете, они молодых девочек, да? Их публика. А я тогда при чём? Я занимался консерваторией на теоретико-композиторском факультете. И так зацепило. Значит... А вообще странно, в лучшем случае там микс-ледийский лагу какой-нибудь. А так всё, первое, четвёртое, пятое, первое, четвёртое. А параллельный минор ещё случался? Нет, что-то в ней было такое, не говоря уже о Yesterday, Let it be, вот о таких гигантских песнях, которые... Ну вы же пели Битлес сами. Вот группа Садкова у вас была, правда, уже в 67-м году. Ну вот. Ну, как вы начинали? Расскажите, где инструменты брали, где струны, на басовые струны откуда вы взяли? Это главная проблема. Микрофон. Потому что... Не было же ничего в магазинах. Ну почему бы? Что, на чём мы изображали, вот это подражали Битлзам. Надо было им... Как бы показать. Приезжал Маккартни, надо было ему дать провод, где экран снаружи был. Вы представляете, да? Любой шаг на сцене отзывался страшным эхом и страшным звуком, который в динамике. Ну вот, группа Садкова, 67-й год. Люди играют же, и без акцента почти поют. И тексты откуда-то брали, откуда тексты брали? И же не было нигде, тексты. Откуда вы слова знаете Битлз? Это звук просто. Это ты поёшь, это это да. Это я с Валерой пою. Да. Да, 67-й год. Вам 21 год будет. И на соло играете, да? На соло-гитаре вы здесь играете? Миша. На соло играете? Все учились петь, учились писать. Такого... Это Валера. Валера. Ну вот, люди почти без акцента поют. И откуда-то брали тексты? Откуда? Тексты... Просто правило было такое у меня в ансамбле. Ведь многие не знали английского. И приблизительно... Рыбу пили, да. Рыбу пили. У меня было правило. Или первоисточник найти, или кто-нибудь... Сознание языка. Досконально знал язык. Снял. Текст. Перевели. Чтобы знать, о чем поем. Вот таким... Правило такое. Я вам расскажу одну хохну. О! Значит, чешский сборник какой-то. Первая песня... Не могу понять. Какой-то бединчик. Понимаете, получается. Та-да-да. Та-да-да-да-да-да-да. В углу написано. Лос Бравос. Я не слышал этой песенки. Говорю, ребята, давайте что-нибудь... Там из репертуара Карла Готта были песни. Я пролистывал. И потом, через полгода, я вдруг услышал эту песню. Эту песню. Она прочно заняла место в нашем репертуаре. И можно сказать, что была коронкой. Какая песня? А? Какая песня? В батарейку села. Надо шнур. Госбравос? А? Госбравос? Да. А? Какую неси? Ну, Дмитрий Петрович, принес ролики. Седьмая. Сейчас мы что-то... Ну, давайте, про какой ролик мы говорим? Давайте его поставим. Там такие гитары, нечестные гвестами, даже без струй. Ну, это фонограмма такой. Да. А потом хором к тебе пели. Играет Садко? Да. И поет Садко. Все вместе. Труба тянула. Этого нигде не найдешь, а увидишь, если с нами пойдешь, все законы цельные бежи, а в земле бегут перемен поезда, Сверху падает ночная звезда. Бип-бип-бип. 68-й год? Это 68-й год. Миша Быков. Это самый диктор. Который тоже все начинал. Сейчас будет вход такой, тоже вокальный, очень интересный, совершенно нестандартный до тех лет. Бип-бип-бип. Откуда эта находка с таким вокалом? Черт его знает. Откуда находка, могу сказать. Я понимаю, но все равно, люди же сами придумали. Братцы, никаких наложений, никаких дублей не было. Это все ночью, кто трезвый придет, кто после этого придет. Сапкова, 67-й год. Это, представляете, тишина, выпускной вечер. Мы не настраивались. Мы настраивались, чтобы нас не было слышно. Это одно из моих условий. И вдруг в этой тишине, а вон объема, заводь скорую вызывает. Ну вот, что писали про Садко в газете «Смена» за 68-й год, вам зачитаю я. Смена. 8 августа 68-го года. Садко с заграничным акцентом. Прочитала я корреспонденцию «How I do?». Вопрос, поднятый автором, задел меня заживое. Не раз я об этом думала. Не раз меня огорчало, пишет девушка в смену. 68-й год. Невольно вспоминалось выступление молодого самодеятельного ансамбля «Садко» в первом отделении международной эстрадной программы «Мелодии наших друзей». Происходило это во дворце культуры имени Кирова. Молодые ребята целый час пели только на английском языке. Я изучал английский. Люблю английские песни. Но странно, когда молодые ленинградские артисты ничего другого вообще предложить не могут. Мне стало еще больнее, когда в тот вечер гость из Югославии Арсен Дедач исполнил песню «Черемшина». А болгарка Лили Иванова на бурные аплодисменты слушатели отвечала песню о Ленинграде. До сих пор остался неприятный осадок. Ленинградский ансамбль не сумел в тот вечер показать лицо своего города, только на английском языке. В июне у нас был восстной бал. И вот в тот вечер и в ту ночь я ни разу не услышал песни о школе и о детстве. Это единственная публикация об нашем ансамбле. «Черемшина» Вам один секрет раскрою. На телевидении была молодежная программа «Горизонт». Трудно было что-то протащить. У Гриши Франко была такая музыкальная лаборатория, где он о джазе рассказывал. «Познякова, начальница Горизонта всего, подходит ко мне с письмом и говорит, вот из Петергофа, Петрового дворца, как сейчас помню, пришло письмо. Чувак расписал все свои регалии, он там ветеран войны, там все это понятно, да? Что Вы показываете людей, которые выпилили из табуретки гитары, что-то на них играет?» Я говорит, что не имею права не ответить. Понимаете? На такие письма обязательно надо было отвечать. Что мне написали? Вот такая обстановка была. Виктор Петрович сейчас же он заслуженный артист России, у нас преподаватель, где только он не преподаватель. Поэтому насчет выпиливания из табуретов не так уж и не правда. Сначала, потому что делали диванные спинки. Очень большой популярностью пользовались знакомые, которые работали на мебельной фабрике. По крайней мере, где у людей был доступ? Я взял на Гуджовку, пошел на берег Нилы Малой Левки. Там еще были склады досок. Тайком отпилил сороковку. И ручками при помощи. Это выстрогал бас-гитару первую. Естественно струны все знают откуда. Из школьного рояля берутся для бас-гитары. Звукосниматель. С телефона. С телефона. Обрезаешь телефонную руку и делаешь звукосниматель. Вот такой звук был. Заходишь в Бутку, а там нет. Звук звучал не мягкий, а такой рельный зверь. Аж ревел. И 1965 год, выпускной вечер. Я стою на сцене. Еще к сцене не привык прячется за ударника. Потому что басистки вообще народ публивый. Но мы уже и играем. Нам повезло, что в первом составе у меня на ритм-гитаре играл Валера Кизиштейн. Радиоинженер. Он нам сделал полупроподниковые усилители. Которые нас выручали. Но часто изгорали. Понимаете? И вот сейчас помню в Академии Фрунзе играли. в Морской Академии. Дежурный. По училищу. Адмирал приказал играть. А Саша Фокт сидит с паяльником. Что-то в басовом усилителе что-то отказало. Он говорит Паяль говорит Пусть сам придет и скомандует здесь. Вокруг шок. А Саше сколько лет было? А? Сколько ему лет было Саше? Саша был старше нас. Он с сорокового года. Ну 27 больше. Дмитрий. Ваша ошибка. Играть надо было на усилителе который называется УМ-50. Да. Он у меня до сих пор лежит дома. Ему я не помню сколько лет. Мы тоже играли УМ-50. И ТУ-100 еще. И ТУ-100. И ТУ-100. И ТУ-100, да. Ребята, это... Это легенда. Это от кино установки Да. Усилитель мощного. Вот такого типа. Это ТУ-100, да. Это модификация ТУ-100. Да. А УМ-50 это другое. УМ-50 это ламповый. Это ламповый, да. У Садка Садка уже был свой звук. И нам УМ-50 не подходил. Он матовый звук давал. Большую мощность, конечно. Кто еще доставал эти колонки? 2-11, 2-9. Низкочастотники, да. 2-12. Полегче. А еще несколько штук. 3-4-2. Какую песенку вы хотите? Друзья, вы закончили? Будет продолжать? Нет, нет. Я хочу вам рассказать про мой ансамбль, который был в институте Минпроект. Я там проработал последние свои официальные годы. После освобождения я долго не мог никуда устроиться. Наконец мне удалось при помощи друзей, конечно, устроиться в институт Минпроект. Сейчас он называется Минпроект. И я там проработал порядка 8-9 лет. И какое странное стечение обстоятельств, что мне удалось создать ансамбль в отделе, не в институте, а в отделе. Там, где я работал, значит, как-то действительно это как от Господа идет. Рядом со мной оказался саксофонист Валентин Рудаков, тоже царство ему небесное. Мы обучили бас-гитариста, там же одного из любителей. И у Дарника тоже наш квартет из ансамбля назывался «Сакс на фоне струнных». Ну, сакс и струнных, сокращенно. И вот мы частенько там устроили работу, размещаться на институт на Мойке 38. Концерты у нас там были. Концерты были в колонном зале, в большом доме с колоннами, на бывшем Киргском, на Типеткинском и Каменноостровском. Я участвовал в концертах, где выступал Женя Кляшкин, если помните его. Мы были приятели, и Потемкин, помните эту песню написал? Борис Потемкин, который написал знаменитую песню. Да, да, вот вместе с ним выступали. В общем, как ни странно, это были самые счастливые годы в моей жизни. Потом я пытался уже подумать, что ж мне... Когда же я был в конце концертов счастлив в этой жизни? Вот тогда я был счастлив. Мы достали пианино туда, в отдел привезли, мы сидели на Мойке 38. А институт был на Кировском бывшем проспекте, в этом колонном доме. И действительно, это были счастливые годы, когда мы играли, что хотели, пели, что хотели, и нам рукоплескали. Вот об этом стоит поминать всю жизнь. Кстати, а вы верды? Вроде бы вы смотрите. Михаил, нам можно я расскажу свою жизнь? Да, да, да. Чтобы отстреляться? Стреляйте. Ну, я быстро-быстро. Ну, это вот фактически типичная судьба музыкантов ленинградских. Первой волны. Мне 12 лет. Мама работает на Лен на овощи фильме. Привозит магнитофон Гинтерас. Гинтерас. И вот что надо слушать? У мамы знакомство. Есть звукооператор Декад Зержинского. Это милицейский такой. И я с первого дня начинаю слушать буги-буги, которые я впитал вообще. Это 61-й год? Да, 1-й, 2-й. Ну, а потом, конечно, появляется Битлз. И вот, я даже не знаю, сейчас уже, наверное, так молодые люди и не воспринимают их. Они пели на неизвестном мне языке, я немецкий звучал. Но было такое впечатление, что они поют на понятном любви. Точно. Я тебе клянусь. Точно, точно. Вот такое впечатление, что я их понимаю. Ну, Битлз, Битлз, естественно, всем мальчишкам, но, не знаю, захотелось... Сдать Битлз. Да, да. Пичем, тогда оказалось, что они очень просто играют. Аккорды там известные, я умею-то такие знаю, я слышу какие. И думалось только одно. Вот если бы нам аппаратурки достать, и вот гитару вот такую вот, мы бы задвинули битлз, не фиг делать ноту. Вот такое было очищение. Сейчас только вот уже в конце жизни я понимаю, что и аппаратуру можно, мастшоу и так далее, и гитары, а вот чего-то все равно не хватает. Я скажу по этим, когда выступают группы, которые подражают бизнес, и так сказать, а вот чего-то нет. Ну, а дальше обычно поступаешь в ЛПИ-институт, там уже сидят ребята и говорят, а ты на чем играешь? А какую группу? А, Прохохан? А, хорошо, попадешь туда. Там факультетов штук, не знаю, 10 больше, но на каждом факультете своя группень. Все время там идутся соревнования между ними нот. Где играли, вот хочу тоже отметить нот. В городе, естественно, играть практически не было где, потому что на всех точках нот, даже в столовках, сидел все-таки в конец 69-х, но там еще джазисты были, сидели туда. Тем более, еще это было новое, там приходишь какой-нибудь с заведующей столовкой ОМОНа, мы у вас там поиграем. Она как смотрит, да, мы были не такие, вот, мы были нормальные ребята, вот такая вот, да, волосатые. Естественно, она говорила, нет, нет и так далее. Играли по клубам, вот, ну мы по северу, я жил, Кузьмолова, Токсова, нот, вот. А что играли? Вот это нот. Тайцы. Это южная и так далее. Играли, первое отделение советское, тем не менее, Медвио пользуются успехами. То, что игралось, говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво. Ну, как вы что, это такой медляк, это обязательно его играется нот и прочее. Ну, вот, второе, естественно, делают, это английские тексты и самые новинки, которые сидели, слушали, о, это снималось всё. Ну, а кому-нибудь ментовали, но взрались нот и нот. Это такие клубы, которым нужно, чтобы приходили на танцы, и там они закрывали глаза на всё. Играли все группы, вот кого не спрашиваю сейчас, все играли вот вокруг города и так далее. Ну, и закончу такой, я бы назвал рассказ мой, волшебная сила искусства. Приезжаем играть первые выступления в клуб Юйки. Отработали первое отделение, там коморка сзади, заходят, приходят девчонки местные, там и говорят, ну что, пацаны, вас сегодня будут бить. Мы говорим, чего мы там, будет нормально всё это. А у нас принято так, это называется прописка. Ну вот, группу бьют, если группа уезжает и всё, ну вот, значит, это не их группа. А если она остаётся и на следствие играет, тогда местные пацаны берут музыкантов под защиту. Потом вообще никто даже не пикнет против тебя. Мы присели, а у нас органист Саша Бегельман, ему нужно пальцы беречь. А остальные нормально, Морозов, Фараоов, Сюдинов. Посмотрели, стойки у нас хорошие, вывинчиваются всё-таки. Ламошные, да. Сашу через задний ход отправили в Питер, чтобы никто не видел. Вышли на второе отделение, втроём. Тогда ещё мы не знали, чтобы он играть втроём, как Шошкинбул. И засендалили такую тему, ребята, музыканты должны знать. Сценческая группа. Лав Паушиноба. Номер девять. Лав Паушиноба. Так, сзади сели все. Короче, мы её играли раз десять-двенадцать, вообще всё второе. И мы были первой группой, кого не побили. До сих пор я вот. И кто спас? Лав Паушиноба. Любовная позиция. Не позиция. Всё, Кусант Морозов ответ закончил. Но мы вот денежку вот такую заработаем. За Новый год там сорок рублей нам было оплатить. Что мы думали? Польёт. Я уже знал, что за тридцать пять рублей можно купить два, девять. Динамик. Басовый. Да. А у пьяницы радиста. Всё. Всё. Оспаночка железная. Сколько денег не зарабатывали, всё в аппарат, в аппарат. Все группы ездили со своим аппаратом. И, конечно, приходишь, например, группа славяне была такая. У них два таких шкафа стоят по краям. Ещё вставлены усилки прямо в колонки. И ещё на тебя. И они мигают красненьким. Ой. Ой. Вот сволочь ты. Сразу бежишь пилить, строгать там это, делать колонку. Изучать, что такое фазоинвертор. Акустическое оформление кабинета. Я тоже в это время жил. И когда ребята стали говорить, Дима, Вася. Извините, у меня возраст разницы вместе небольшая. У меня с Васей два года разницы. Я в это время жил. Рудик, ведь представьте, вот мне было 18... Рудику 18 лет было, а мне было два года всего. Или там три года. Это колоссальная разница в то время была. Колоссальная. Два года уже была большая разница. Два года большая разница. Я вот эти пластинки, которые вот на костях. Я только одну пластинку видел за все время. Потому что только вот они были. И они закончились. Сразу магнитофоны появились. Эти пластинки уже были не нужны просто в это время. Все, появились магнитофоны. Вот это два года разницы всего лишь. Понимаете? Он больше меня видел, потому что он раньше этим занимался. Теперь я хотел бы вот сказать. Мне очень хочется поговорить о терминологии. Дело в том, что в то время это была новая терминология. И мы никогда не слышали. Это было слово поп. Поп музыка. Никто никогда не употреблял слово поп. И под поп музыкой понималось все. Если вы возьмете Сева Новгородцев. Сева Новгородцев до середины 70-х, до конца 70-х годов использовал слово поп музыка. Да. Он не использовал слово рок музыка. Поп. И поп музыка это была лучшая музыка, которая была. Это было Битлз. Тоже мамы с папы с манки. Колоссальное количество команд. Колоссальное. Причем правильно говорят. Я почему хочу к этому подключиться. Это потрясающая музыка. Одна группа не похожа на другую. Одна лучше другой. Это было самое лучшее время расцвета музыки. Теперь вот немножко хочу сказать. Вот именно о том времени уже. Наверное разница есть небольшая два года. Но все-таки разница есть. Ведь когда сейчас куда-то приходишь. Что-то рок музыка. Знаете, мне настолько печально смотреть на это. Когда стоит там 10 человек. Вот Колю Васину. Когда отмечали в Манихане. Извините. Зал пустой. Никого, людей нет. Мы выступали когда. У нас в зале. Я в Афтузе тогда работал. Я учился в Афтузе. Это в Афтуз при металлическом заводе. После этого, значит, я остался по работе на заводе. Потом вернулся преподавателем в Афтуз. Потом зачитал диссертацию в Политехническом институте. А после этого я уже работал в двух вузах. Я работал в РИТМО. На одной из ведущих кафедр. И потом в Афтузе. Работал в двух вузах. Когда в последние годы зарплата совсем стала нищенская. Я решил. Боже, за что же я буду свою жизнь отдавать. Я купил себе хорошую аппаратуру. У меня сейчас потрясающая аппаратура. Все есть до записи абсолютно. И я пишу сейчас сам музыку. Я стал петь, начиная с 62-х лет вообще. И считаю, что это нормально. Ничего страшного нет. Вы знаете, меня много смотрят. Я хотел бы немножко чуть-чуть. Сейчас остановите. Я долго не буду говорить. Мне просто предупредил Миша. Не надо остановить. Понимаете, энергетика была совершенно другая. Когда я приходил в зал, у нас 500 человек на белого стекла били. 500 человек. И тогда мода, по-видимому, пришла эта. Выключает свет. И виск такой, виск, понимаете, по залу идет. Такого нигде и никогда не будет. А это энергетика. Музыка, рок-музыка, это энергетика. Там не обязательно даже хорошо, очень стильно играть было. В Битлз начинали. Я уже вижу, они начинали не очень хорошо играли. И Роллинг Стоун. Они потом развились уже. Сейчас, конечно, он шикарно играет. Любой человек развивается. Я всегда говорю такую вещь. Люди не рождаются ни музыкантами, ни президентами, ни царями. Они рождаются людьми. И людьми умирают. Вот. И вот это время... И потом только уже появилось вот это слово рок-музыка. И сейчас уже слово поп используют как что-то такое. Попса. Что-то такое не солидное. Я еще раз говорю. Поп, это считалось самая крутая музыка. Самая такая, ну, самая интересная музыка. Я мог бы еще говорить, но я чувствую, что, наверное, больше не надо. Поэтому я на этом остановлюсь. Хочу представить своего друга. Нашего директора группы Лёня Лонжерон. По совместительству бас-гитариста. И я хотел бы, чтобы он тоже создал свою историю. Он музыкант. И он настоящий Пелевин. Не тот писатель Пелевин, который самозван. Который вовсе не Пелевин. А этот. Настоящий Пелевин. Давай, настоящий Пелевин. Скажи нам что-нибудь. Я, честно говоря, даже особенно не знаю. Ну, поэтому, если я давал какие-то помоложе, да? Потому что 55. И когда вы уже там все звездились, у меня, по большому счету, особенно-то и не было. Ну, в Пелёнках. Ну, раз сегодня уже разговор о рок-н-роле, я вообще просил, чтобы меня не включали сегодня в беседу. Ну, уж и раз уж так. Руд даже вытолкнул поперек паровоза. Ха-ха-ха-ха-ха. Тогда тоже немножко расскажу, как я, допустим, начинал, почему во всем. Ну, я с Карелии сам. Ну, мы там постоянно играли в волейбол. У нас мужики играли там. Железнодорожники там против из промхоза, против геологов и так далее. Постоянно играли. И мне там было лет 13-14. Меня там первый раз поставили на площадку. А еще мячи были такие. Кожаные, со шнуровкой. Ну, играли строго 6 на 6. Человека не было. Батя говорит, вставай. Вот здесь, стой вот так вот. И держи. Если мяч в тебя попадет, отлетит куда нужно. Не попадет и хорошо. Мяч попал, причем шнуровкой. Больно! Ха-ха-ха. Ну, принял. Приняли, так разыграли, все. Класс. Ну, в общем, я стал играть. То есть меня стали брать в команду. И у нас играл Сашка Скинков, руководитель ансамбля у нас там. И вот как-то после одной тренировки, а мне было лет 14, он так меня и Виталика вытащил. Пойдем, со мной пойдете. Приводит нас в клуб. Говорит, будете играть. На чем? Мы же не умеем. Это не важно. Ха-ха-ха. Вот, кидайте монету, вы разгораетесь. Кто из вас будет играть на чем? Кто на соло, кто на бас-гитаре. Ну, мы монетку бросили, и мне выпала бас-гитара. Дня через три Виталика прибегая, давай меняться. Я говорю, не-е-е-е, бас-гитара мне больше нравится. И я играть сразу начал на бас-гитаре, не умея играть ни на чем вообще. То есть я сразу там... Мне там это показывали, я там... То есть даже гитарой не владел? Нет. Я у них подсматривал аккорды. Потом, когда у меня родители узнали, что я играю в ансамбле, мне купили гитару болгарскую, такую красную. Долго у меня такая была, но она хорошая гитара. Арфей-нибудь. Ну да. И бас была тоже арфеевская. Ну там, в ансамбле там было две, ураловская и арфеевская. Ну там два ансамбля у нас. Вот. И я начал играть сразу, потом подсматривал. И в частности то, что мне в Битлз, это мне все понравилось, вот Пол Маккартникова, он левша, и вот этот аккорд Соль, который это во всем, очень хорошо было его изучать. Потому что у меня фотография висела, и я как раз с него снимал этот аккорд. Он учился. Ну вот так потихонечку, потихонечку, на гитаре, и вот таким вот самоучкой я сейчас пришел. А обидно к этому всему, выход дальний. У меня дед по матери, он закончил консерваторию. Играл на всех инструментах вообще. Вообще на всех. Я как старший внук там был, но он жил в Мурманске. И вот когда он умер в 1974 году, меня бабушка так привела, ну у меня все говорилось, что говорит, иди, сынок, вон дед же, иди, он тебя научит там это. На дом играть, на этом, на всем. И вот с пацанами в футбол погонять. А тут вот твои эти. И когда он умер, она так ладошку открывает, а там битком забито. Там все, там саксофон, тромбон, аккордеон, баян, барабаны. Ну в общем, дед играл на всем. И говорит, все, вот это он тебе все завещал, забирай. Как куда? Ну я аккордеон забрал, но так и не научился на нем играть. Поэтому все, по большому счету. Так что, вот. А все остальное, то есть вот о том, что вот даже вы, когда рассказываете там эти вещи, у нас в деревне как-то они не особенно доходили, поэтому у нас, ну, Роллингстоун, да, это мы знали. Бетлы, конечно, тоже знали. Это нам привозили из города. Ну, аккреду, кривот, ревайл. Ну, святое. Неужели у вас там не было танцев под него? Нет. Танцы у нас были, но у нас танцы все-таки были под, вот то, что ближе к битве там. Давайте про танцы поговорим. Ну, а не пламо. Гитары, пламя там все. У нас англоязычное, мы особенно ничего не делали. Народ северный. У нас как-то, у нас все, и вот мы все, можно, да, вот это, сейчас дисциплинировано. Посмешить. Конечно. Одна история, которую я с удовольствием рассказываю всегда. Дело в том, что трое из четырех у нас консерваторцы были. И вообще ансамбль был, можно сказать, средней модности. короче говоря, вызывает прорепку по учебной части, говорит, ребята, вас, обком, требует идеологический отдел на вечере поиграть. И мы начинаем готовить программу. Значит, Дунаевский, Мурадели. Мы играли всю, все, что нравится. Вот. Приезжаем туда, в Таврический дворец. Идеологический отдел обкома партии. Подходит распорядитель. Ребята, по-английски поете? Идеологический отдел. И никаких калинок-малинок. И мы весь вечер играли английский. Вот так вот. Ну, это называется, что дозволи до Юпитера, то не дозволи до Быку. Вот ты расскажешь, как ты начал. Вот. И что рассказывать. Ну, тоже я, как говорится, моложе. У меня все с детства началось, потому как меня двоюродному брату поручали, во-первых. Старшему, а тот уже вовсю рубил. Уже был бас-гиталистом. Такая группа была в Москве «Русско-Турецкая война». Так что я и на концерты, так сказать, с измельства лазил. И слушал все это дело, и все это уже впитал. А в школе просто пришел до репетиции школьного ансамбля, где вот десятиклассники были, сел за ударные и заиграл. А потом стал за ними петь. Ну и все. Дальше все как-то само собой пошло. И тоже инструменты сами делали. Благо у меня в составе были люди из радиотехнического ПТУ, которые как раз были радиомонтажные, радиомонтажников учились. А там все было просто. Они, как говорится, поют инструменты и чего-то там что-то объясняют. Я их дрючу по ритму, по вокалу, как петь, так сказать, на голоса и прочее. Тексты снимаю, потому что языку с детства учили вот с такого вот. Там у материной подруги отец был хорватом, коммунистом, который приехал из Штатов сюда. Ну, был такой вариант репатриации. Каким-то образом не сел, в отличие от своих друзей. Тех-то посадили, а он почему-то выжил. После лета при Сталине еще было. Ну, естественно, он ее язык знал, совершенствовал. Он меня с детства учил. А потом меня в школу английскую отдали туда-сюда. Ну и все. Миша, хочу вот добавить это вот. Насчет аппаратуры. Ну вот, не помню же, какой год, наверное, 69-й. Эти рок-динги заделывают песню. Сэнти Сальшин. Ну, певец у нас поет не хуже Закера. А звука этого нет. Идем салатливыми у нас были ребята, через две недели приносят какую-то такую коробочку. Как хрена это? Включаешь? есть звук этот вот фуса но вы это ладно это еще это искажение звука там все-таки наверное не так сложно но это прокол-хар и там хамонт орган а у нас советский раз юность такая 16 килограмм вся набитая я открывал парады этими полупродневеками она не ламповая нет более того каждую не все настраивается а каждая клавиша настраивается отдельно они не хотя бы а мушковый но и конечно ионика так вот с клавишами пришлось парню месяц посидеть но через месяц он привез опять какую коробочку когда мы включили и мы услышали с щих звук приходил уходил и юность конечно не так как сейчас имитирует современные там его чем тогда звук был и вот счастье того ансамблю у которого был такой вот человек вот как у них был звукооператрии от который мог сам сделал потому что ну как играть я говорю не имея звука такого как у них был у нас были такие умельцы где можно делать про распределение обязательно почему я соло гитару мне было не прижать баррэ и пришлось играть пальчик абсолютно точно баррэ а струны такие были кто понят гитара была ничего ну вот вы миша послушайте тогда в моде был жутко с высокими тонами сейчас я поставлю сейчас сейчас даже смешно вот об этих условностях говорить алексей это смысле чем выше петь все хотели нет нет это гитара просто ультразвук какой-то невзирая на то что я представлю я так понимаю самого молодого поколения руководящего прошли ровно такие же пути мы точно также сами выстрогали себе гитары точно также сами собирали себе усилки точно также сами себе то есть считалось что каждый гитарист должен быть немножко краснодеревщиком немножко радиотехником ну вот если ты барабанщик ты слесарь все сидит или подгоняй и что и резьбу лучше съездить нормально ну что каждой клепки поменять они 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 наши все они же вылетали про звук я хотел пока мысль пошла вот звук какой был ну да там первая штука сейчас да у нас здесь это до казачка помните казачок раз-два-казачок такие да нечто шедлус-венчер все в таком счастье дорогой друг ты единственный нам не рассказал свою историю здесь немножко с акцентом и должно быть и должно быть расскажи нам как ты делал у меня та же самая сейчас у меня через утром мы сегодня фактически вы играете на зону а сейчас нам не споете что-нибудь акапелла ну а какой зону шедлус нынче чистым видишь вот что и цикады цикады были такие специальные педальки на некую гитару на архе на вакуум вот до казачка какой звучит советская лосс это востребовалась и шансы за удар очень многие шансы я сам такой вот сейчас еще по звуку тебя на 20 вечер стопы да потому что нравился звук да с собой с обалденной ревером гитара соло там где-то вообще рассказать историю лайка с блэк а блэк блэк из блэк просто история такая была это история произошла в ярославле значит в 71 году тогда по ссср ездила с гастроями гдэровская группа пудис и привели их значит там есть такое место где снимали фильм большая перемена помните был такой фильм несколько серийный и там островок есть значит на реке кодерсен где парк 40 лет и танцы и все такое там с площадкой вот на этой площадке тогда играла место тамошней группы под названием трубадуры в которой значит репертуар половина была битлз половина стонс половину на половину и привели туда группу музыкантов группы пудис так посмотреть на них и теперь закрытые просмотры устроили все увидели на чем они играют и прям как они играют и тут же с ними джем устроили прямо там то есть с инструментами туда пришли с фирменными и прямо там устроили вместе с ними джем это вошло как говорится что называется ваналы да ну интересно пудис приехал с музимовскими или с нормальными ну конечно музима то они нам сюда присылали нормальный музима я и сейчас играю кстати сказать 70 года музима не трогай у меня бас музима шикарный я только на нем и играю у меня первая гитара музима была терна де люкс прекрасная гитара сейчас они ценятся там бог знает как какое дерево ну там бог знает дерево у меня 1665 до сих пор осталось саша краснощеков я знал мне гитару делал недавно он недавно до сих пор снял вот он просто от этих музыкан музыканского дерева балдел единственное когда по себе поиграешь 5 часов посмотрю причем вот тут чуть ли не синяк уж такой широкий кстати но миша ты теперь расскажи нам как ты играл я играл я единственный кто играл на стройбе филд из иностранцев на моей памяти в нью-йорке битлз у меня была мечта выучить английский поиграть битлз с англичанами или с американцами так судьба сложилась что вот через олег косвенно я уехал в штат и был такой струблей филд там люди собираются 9 завтра 8 декабря между прочим мы собирались 9 октября и 8 декабря день рождения женой левны и день убийства там собиралась на стройбе филсу дохода где жил янжилов в центральном парке собиралась тусовка и там играли музыканты и причем всех подряд туда не пускали если ты какой-нибудь не стоит тональности аккорд взял какой-нибудь песни например новый момент и не в ми-мажоре значит ты пролетаряешь исправился не так чтобыến потому каждой песни своя нотка такая вот это надо было все проигрывать если ты не попал где-то сложал тебя так тебя смотрели до свидос ты уже понимал что ты уже не пускают тебя и я и был диск не пригодит просто не пригодит они там как пушковались у них свои там а мы стояли у этого лейбла и мэджин там где блест и клубника выложен свечки горели фотографии для на битлз девчонки сидели в турецкой позе лотоса а мы человек пять шесть играли битлз поехали эту и все знали какой тональность и каждый знал и меня приглашали с американцами поиграть майк приходи с нами гоникос это было в кайф рядом шесть лет от играл к сожалению так не доехал пропустить ну я поехал туда с 12 струнка с российской выкинул струны купил американские бау разница листья посадили за стол что играли что играли слава богу тогда был разин бам утки летят но должно да 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 рекой далеко это но глуп стоп мы подошли из-за угла но но под ну и естественно все эти это на последнюю пятерку но это ну самара варая ма женщина откачал в самолете слышали многое было сашка порядка 32 песен вот этих лет это и слава богу потом человека который нас пригласил вот там помяли так очень хорошо потому что вот из одну так сказали бы что такой контингент мы бы сразу начали но странно вот в москве в москве какой год так сейчас я тебе скажу и это значит где-то я же не сейчас все семьдесят третье я жениться это было примерно около семидесятого уровня не 70 сейчас 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 три сборка я начал играть всем без третьим восемидесятый год семьдесят девять восемидесятый 81 мы еще не а точно до 80 то что по 50 мы сели играть в невске и мы больше уже никуда не езжали из невского а тут мы еще раз езжали папа по всей питеру надо ехать цыганом играть где-то у чертовой матери но там трое суток играешь беспрерывно 200 рублей нарыва но причем мужчины садятся за стол женщин нету они только это только мужчины кушают над это это но женщина отдельно каждый кто приходит и вот счастье молодец композитор я сейчас не вспомню кто но он в это время уже написал так но что сказать но что сказать устроенный так люди и была вторая песня с неба конц не бам с не знал я не рейти мне нас все ну еще половина но что сказать вторая половина снегопад одна зато но приехали а мы привыкли принесите пожалуйста что попить я имею ввиду год идет человек вот так У него это, здесь водка, здесь коньяк, а здесь шампанское. Он несет одной рукой вот такой наборчик. Я вообще попить? Он понял по-своему. Странная, кстати, история. Леша Романов, это в Москве, если помните, была такая группа «Воскресенье», от Кавагоя, которая отдалась от машин, там сделал. Ну, Романов попал в 1982 году за организацию нелегальных концертов. Тогда Андропов занялся музыкантами андеграундными, и его, значит, закрыли. И попал он в камеру к ворам. Законник, реальным ворам. Они ему говорят, ты музыкант? Ну да. Ну, изобрали нам что-нибудь. Ну, он им начал как будто там что-то тоже типа гопс на пыль. Э, нет-нет-нет, родной, вот этого нам не надо. А что вам надо? А вот ты нам давай Битлз, а вот ты нам давай Лет Зепплин, а вот ты нам давай Грэн Фанк, а вот ты нам Блэк Са, вот это давай. Ты это умеешь? А как, а как? А вот так, это все говно, это шестерки слушают. А мы нормальную музыку слушаем. Вот ее нам и давай. А еще, вот просто вдогонку, с чего начинали, темы закончить, так сказать. Ну, вкратце. Дядька мой, феодосийский, вот, ум покойный, когда-то мне рассказывал про знаменитого вора в законе, который Феодосию держал в конце 50-х. Вот, крутил рок-н-ролл на всю катушку. Тогда уже. То есть, динамики выставлял и крутил, ну, в начале 60-х его там как-то прибрали и отправили на окраину города. Вот. Когда уже там, ну, передел власти пошел. А до того, вот, он рок-н-ролл крутил. И никакого блатника. Как у Гальцева на эту тему, да, когда пистолет приставили. Ну, давай песню про Чипаев. Руд, Рудик. А я не ставлю. Рудик. Сейчас. Ничего, что я вас так назвал. Ради бога, меня все так зовут. Значит, недавно я перерыл всю квартиру в поисках вот этих нелегальных пластинок. Что значит нелегальных? Вот эти. На костях, вот эти. Типа на костях, но она уже была на картонке. Да, такие есть. С фотографией. Да, да. Там прекрасная баба была изображена. И подарил, знаете кому? Олегу Бомба-Питер. Гробко который? Гробко. Он почему-то искал. И ему для таких же целей нужно было отметить время. Да, да. Да, спасибо. Вот это, я думаю, что... Может быть, это и я руку приложил к этому. Значит, друзья, я хотел бы внести некоторую ясность в терминологию. Мы все говорим рок-н-ролл, рок, попс. Давайте поставим точки над «и». Рок-н-ролл. Это когда Билл Хэлли записал «Rock around the clock». Это был рок-н-ролл, вплоть до музыки твист. Хотя твист тоже включается в рок-н-ролл. Ну, с уралью. На самом деле, просто два раза быстрее увеличили ритм, и это стал твист. На самом деле, музыка та же. Можно сказать, с изменением. Дальше. Что такое рок? Вы все, конечно, знаете. Это английское нашествие. Британское. Британское инвэйшн. Британское инвэйшн на Америку. А вот не совсем. Это началось с Битлз. Вот это есть рок. Хотя Битлз находится на границе. Рок-н-ролла и рока. Они были и рок-н-роллисты, и представители рок-музыки. Рудик, извини, пожалуйста. Но на Битлз в Америке, например, были уже Битч Бойс, к примеру. Они играли все срочно. Были, да. Но это тоже рок? Нет, они, они что-то... Битчерс. Они, скорее всего, Битч Битч. Там был Бит Бит уже. Плохо ты их знаешь. Значит, это был Битч Бит. Это Битч Бит. Битч Бит Саус, например. Вот еще что хочет сказать. Я прошу наш ансамбль называть не Виа. Да. Не дай бог Виа. Он назывался Садко Биг Бит. Да, правильно. Вот он и говорит. То, о чем ты говоришь, это был Биг Бит. Да, да. Биг Бит. Дальше началось английское завоевание Америки. Америки. Почему? Англичане до Битлз вообще не признавали. Не англичане, а американцы. За людей, англичан. За их произношение. Никто из англичан не мог выступать в Америке, потому что американцы не ходили принципиально на англичан. Единственное, брешь пробили Битлз. Открыли ворота другие. Дальше за ними приехала никому неизвестная английская группа Дейк Ларк Файл. Никто ее не знал, но на волнах, так сказать, успеха Битлз, они стали тоже знаменитыми. Вернулись знаменитыми. Даже все английские группы, это уже рок-музыка. Это совсем никакого отношения. Это, конечно, они все прекрасно играли рок-н-ролл. Но это было уже рок-музыка. Я считаю, что мы это знали. И не то, что ты говоришь, что поп-музыка, это совершенно никакого отношения к рок-н-роллу и рок-музыке не имеет. Поп-музыка, это значит популярная музыка. Комбатская популярная музыка. Сидит музыковед, молчит. Попрошу осторожнее. Потому что это ритм, блюз, сол, это все вот слилось, переформатировалось. И получились ансамбы, ансамбли типа братья эти самые. Эверли? Эверли Брадерс. Эверли Брадерс. Они предвестники Битлз. Кстати, да. Предвестники чистый гитарный звук. Да, двуголосье опять же. Давайте так, предвестниками в Америке, предвестниками Битлз были братья Эверли. Эверли Брадерс. Два брата Эверли. Они как половина от Битлз, они пели всегда. И до самого, и сейчас поют так же. Два брата Эверли. Дримс, Дримс, Дримс. Дримс.